Здравствуйте, мои друзья-пятиклассники! Мы продолжаем с вами готовиться к ВПР по математике для нашего пятого класса. С вами преподаватель Елена Владимировна по школьным предметам. И сегодня мы проходим седьмой номер. Мы шестой проходили, были задачи на пропорции, а вот седьмой. Задачки, ну, честно говоря, на деление с остатком. Давайте почитаем. Итак, читаем всегда, ребята, задачи по три раза. Пожалуйста, делайте так, потому что иногда после третьего раза все становится ясно. И делать тут нечего. Давайте почитать. Почитали? Показываю приемчик, как решать такие задачи. Всегда ставьте себя на место того, о ком говорится в задаче. Вот смотрите, на пошив одного костюма нужно. Ну, кому нужно? Вам нужно. Вы сидите и шьете костюмы. И вам нужно три метра на один костюм. А что тут написано? А если вы пошили пять костюмов, а на каждый костюм по три метра, ну что, получается, что нам нужно с вами первое действие делать? Давайте сделаем, нам не жалко. Мы должны пять костюмов, которые мы уже сшили, умножить на три. А пятью три, умнички, моя табличка умножения всегда лежит рядом, а лучше наизусть, ребят. Конечно, пятнадцать. Пятнадцать метров в пяти костюмах. Но у нас же сказано в задаче, что еще осталось два метра. Значит, второе действие. Нужно пятнадцать прибавить два, потому что у нас с вами, когда мы сшили, два метра оставалось. Сколько получается было в рулоне? Семнадцать. И это и есть ответ задачки. Ставим ответ. Видите, как просто. А вот, друзья, еще одна задачка. В подъезде двенадцатиэтажного дома. Смотрите, так непонятно, но если вы поставите себя, что вы приехали в гости, и перед вами двенадцатиэтажный дом, а вам нужна квартира номер тридцать семь, то тогда все становится понятно. Как вы прикидываете, как бы я делала, да? Ага, двенадцать. А на каждом этаже сколько у вас получается, если вы прикинете? Этажей двенадцать. Квартир всего сорок восемь. Значит, в первом действии мы возьмем сколько квартир и поделим на сколько этажей. Получается, что на каждом этаже у нас по, умнички, четыре квартиры, а нам нужна квартира тридцать семь. Фактически, нам вот что надо сделать. Нам надо тридцать семь поделить на четыре. И так мы с вами узнаем, если она попадет в остаток, значит, она будет на следующем этаже. А если остатка не будет, ну, давайте посмотрим в столбик. Тридцать семь поделить на четыре. Берем целиком число, делим. Вспоминаем, ребята, табличку умножения. Конечно, умнички. Девятью четыре тридцать шесть. Но из семи вычесть шесть будет один, а один – это остаток. Получается, не влезла наша тридцать седьмая квартира в девять этажей. Значит, она где у нас? Значит, она у нас, конечно, на десятом этаже. Всегда, ребята, прикидывайте задачку на себя. И тогда все станет понятно. А с вами была преподаватель по школьной программе Елена Владимировна. Ребят, пожалуйста, подпишитесь на мой канал. Это очень мне поможет для развития моего канала. Буду вам все рассказывать. И удачи вам на контрольных экзаменах. Ни пуха, друзья мои, ни пера.